Здравствуйте! Меня зовут Арсений Фёдоров. Это программа «Преодоление». Наши сегодняшние герои Виктории и Евгении Ледневой. За их плечами непростой путь. Главное испытание в семье случилось уже спустя несколько лет совместной жизни. Оказалось, у Евгения, на тот момент уже многодетного отца, наркотическая зависимость. О том, как семье удалось не только вырваться из круга зависимости и созависимости, не только выжить, но и благодаря Божьей помощи организовать реабилитационный центр, мы поговорим сегодня. Виктория, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень благодарны вам, что вы согласились нас принять у себя. Я думаю, что мы по нашей традиции начнем с, так скажем, самого начала, с начала вашей семьи. Я знаю, что к моменту вашей встречи у вас как-то впереди, как вам казалось, что монастырь должен быть. Многие люди, когда знакомятся с верой, приходят к вере и начинают знакомиться, глубже постигать. Рано или поздно сталкиваются с книгами аскетического характера. Возникают всякие разные вопросы, и человек ищет на них ответы, и часто находят их в книгах о монашестве. И когда читает человек книги о монашестве, это не может его не затронуть глубоко. Но чтобы проверить, насколько это желание мечтательное или действительное, для этого нужно поехать в монастырь. Именно послушание монастырские определяют, какое у тебя желание. Это действительное желание, истинное желание, или ты его намечтал себе. Послушание, особенно тяжелое послушание в монастыре, это сразу же определяют. Если человеку становится тяжело, он понимает, что это не для него, быстро покидает монастырь и ищет себя в другом. Но ты там задержался, да? Я задержался. Да, первый год был вообще очень тяжелый. Это был скит. Там много надо было смиряться, и много надо было трудиться. Около пяти лет у меня ушло на раздумья, на принятие решения, какую жизнь избрать, монашескую или семейную. Потом я понял, что нельзя возвысить тот или иной подвиг. И преподобный поэсии святогорец сказал, что тот, кто мог бы быть хорошим монахом, он бы мог бы быть и хорошим семьянином. И наоборот. Но тот, кто не может быть хорошим семьянином, не сможет быть и хорошим монахом. Виктория, а вот ваш опыт такого желания попасть в монастырь, как он возник, и почему все-таки вы сейчас благодетная мама? Ну, я-то тоже, воцерковившись, стала читать, естественно, очень много книг монашеских. Наверное, предназначение, да, больше. Одно время ходила там вся закутанная, с четками, ну, каково-то в неофитстве случается. И, ну, да, думала, вот сейчас дорощу сына. У меня просто сын от первого брака старший. И все, и монастырь. Но потом как-то я пришла все-таки к такому мнению, что нужно вступать в брак. И сын взрослел. И я понимала, что одна я уже не справляюсь с его воспитанием. Вот начала молиться о том, чтобы, да, Господь послал супруга, отца, сыну. Ну, так вот как-то и получилось. Она же больше не помышляла, да. А как произошла ваша встреча? Ну, банально через сайт знакомств православной. Вот, то есть я там разместил свое объявление. Он мне написал, что на CQ было. И он предложил мне приехать в Лавру на всеночную. Вот, приехала я на электричке в Сергеев Посад. Он встречал на машине меня. Ну, так вот мы и познакомились. А когда ваша семья случилась, я так, насколько знаю, через какое-то время вы решили переехать из Москвы подальше, найти какое-то духовное успокоение. Как это было? Что это за история? Можете рассказать? Дело в том, что у нас было уже четверо детей и маленькая двухкомнатная квартирка. И там было, конечно, очень тесно. И мы все время поглядывали. Ну, как-то и у Жени, у меня было желание, в общем-то, попробовать пожить в деревне. Все чаще какие-то пасторальные картинки в виде даже коровы там не являлись. Ну, первый раз мы сюда приехали на покров. А потом мы приехали на неделю. А потом мы приехали уже с вещами. Ну, плюс в том, что можно было ничего не продавать в Москве, а просто сдать свою квартиру и попробовать, ну, как оно вообще пойдет ли, жизнь какая-то. Ну, да, может, не понравится, что-то где-то так увидим. Ну, да, я более-менее успокоилась, когда Женя сказала, что ну, мы же там, типа, вот. Ну, если что-то разонравится, мы сразу переедем. Правда, когда мне разонравилось, мы сейчас обратно не... Ну, нет ничего более постоянного, чем временное. Как вам это вспоминается? Вот это ваш приезд и первая зима? Тяжело было? Да нет, ну, в бытовом смысле все было просто у нас. Была там и горячая вода, и туалет теплый, даже стиральную машинку подключили. Даже посудомоечная машинка. Баня. А, баня на приходе, да. Ну, можно сказать, что все мои мечты, вот о какой-то общине, о какой-то православном единстве людей, вот они сбылись прямо. Я вот парила в эфории, наверное, первый вот год. Да, то есть я никаких трудностей не замечала вообще там. Хотя иногда там было печное отопление, и иногда у нас как будто там трапезная была, и две комнаты, где мы, собственно, спали. И иногда в этой трапезной был ноль градусов. То есть выходишь, а там лужа уже замерзшая, лед. Да, вот. И я с маленьким ребенком грудным в таких условиях ничего этого не помнится. Прямо через какое-то время, ну, буквально через полтора года, я начала опрашивать мужа вернуться назад. Ну, и, собственно, от того, чтобы вот прям конкретно не начать его пилить, поехали назад, меня остановила то ли матушка Феодосия. И когда я к ней приехала с этой скорбью своей, что я уже не хочу жить в деревне, я нашел мать, я больше не могу здесь. Она сказала, жить надо там, где хочет хозяин. Здесь так складывается, что появилось дело, оно успешно работает. Но вот это дело, о котором вы говорите, центр, это ваш центр реабилитации. Да, центр реабилитации. Людей зависимости. Ну, я его немножко по-другому называю. Само слово реабилитации, оно такое немножко угловатое, мне оно не нравится. Вот. И реабилитация немножко другое все равно. А если так детально взять, у меня все-таки другой немножко подход. И мы его называем центром восстановления и развития личности. Я знаю, что вы сами столкнулись с такой проблемой, которая там сейчас помогаете другим преодолеть. Можете немножко рассказать, вот как это пришло в вашу семью и как удалось пройти этот нелегкий путь от проблемы личной к помощи другим людям? Здесь на самом деле, в общем-то, все банально. Развалилась страна. В страну хлынула пропаганда еще больше. То есть советская пропаганда ничто по сравнению с тем, что хлынула сюда после развала страны. Потому что появились сначала толкучки, потом появились на каждой автобусной остановке ларьки. И там продавали чистый спирт просто. Вот это было дикое спаивание просто всего населения страны. Это просто уничтожение. Был геноцид. Сколько моих ровесников, там плюс-минус два года туда, три, два обратно, от моего года рождения, очень большое количество погибло. Либо от наркотиков, либо в перестрелках, либо там где-то в тюрьмах они там поумирали. Остались единицы. И вам на этой волне тоже пришлось лично с этим столкнуться? Ну, конечно, да. На этой волне, конечно, пришлось прокатиться волей-неволей. Если бы я это осознавал, это другое дело. Ну, а кто нам отдавал эти знания? Никто не отдавал знания эти. Если я, например, сейчас иду в школу и провожу руку трезвости, то дети хоть что-то знают о трезвости. А так, в целом, трезвость, она же в общественном сознании вообще вытравлена. Ценность этой добродетели занижена практически полностью, опошлена. Как опошлена нравственность, целомудрие. Все опошлено. Все подвергнуто, так сказать, осмеянию. Поэтому никто не дорожит семьей, никто не дорожит брачными отношениями. И огромное количество избалованных людей, очень большое количество. Мы говорим о проблеме наркомании, алкоголизма. Надо говорить о проблеме созависимости, потому что там, где есть созависимость, там по-любому будет или алкоголизм, или наркомания. Как удалось сохранить семью? То, о чем Евгений говорит, вот эта проблема созависимости, она как-то вас коснулась? Как удалось это преодолеть? Потому что многие сейчас с этим сталкиваются. Эта проблема действительно, как Евгений говорит, нашей страны? Наверное, проблема моего поколения, она заключается в том, что не хотят женщины терпеть дискомфорта, браки, трудность. Сразу же женщины не терпят, потому что, как бы, я не буду говорить, почему, у всех разные, может быть, причины, но, наверное, в корне лежит одна, это самолюбие, это, в первую очередь, любовь к себе, а не к человеку, который в браке. В общем-то, я не говорю, что я чем-то отличаюсь, я точно такая же. И, в общем-то, это были мои мысли тоже, и я для себя видела выход в разводе. Но наш духовник предложил молитву по соглашению. На сороковой или на сорок первый день у меня вот как-то какая-то вот до этого мне неизвестная появилась эмоция по отношению к Жене с утра. То есть я проснулась, и мне прям захотелось его погладить, как-то вот какая-то вот нежность. Хотя я человек достаточно такой, ну, скупой на эмоции. Думаю, что коренной перелом как раз вот с этого момента и начался. Вся, в обществе у нас, конечно, однозначно сложился такой стереотип, да, что не бывает бывших наркоманов. Вот с чем мы, в принципе, наверное, не согласны с супругом. Полностью не согласны. Ну, вот как бы, да, на его примере хотя бы, да. И сколько через нас прошло людей, которым Женя уже сам помог избавиться от этой зависимости. И есть такие примеры, когда там человек 20 лет героином кололся. Юра 20 лет. Вот, а сейчас уже там четвертый год, да, пошел. Вот он абсолютно трезвый, работает там социально так достаточно. Ну, это опять же, это вопрос созависимости, потому что если бы... Вот как раз Вика, она вот смогла вот эту почву нащупать по созависимости. Она как раз читала, как раз я заметил там, еще мне что-то тогда раздражало сильно. Вот, она читала как раз статьи по созависимости. Она с компьютера стояла здесь, на кухне. А вы можете сказать, что ваша супруга помогла вам избавиться от этой зависимости? Вот какое влияние? Ну, это несомненно. Это основная, основная заслуга. В конце концов, встает уже выбор, выбор между наркотиком или там алкоголем и семьей. Если человек, конечно, в итоге выбирает алкоголь, но пускай выбирает, тут ответственность остается на каждом своя. Часто бывает такое, вышла замуж, он алкоголик. Она не захотела с ним учиться, вышла за другого, а он тоже алкоголик. Она не найдет себе другого. То есть это часто говорит о том наборе стереотипов, который в ней подсознательно сидит, заложен в нее. И ее просто не тянет на других людей. У меня курс проходила женщина 40 лет, она сказала, я устала, я все время встречаю одних и тех же. Мне может помочь курс? Я говорю, конечно, может. И она прошла курс, она как будто на другой этаж жить переехала. Она говорит, не совершенно стали окружать другие люди, потому что вот эти вот стереотипы разрушились. Виктория, а как вот вы приняли решение бороться за семью, сохранять? Какие шаги приняли для этого? Ну, во-первых, ни один священник никогда на исповеди не говорил, разводись там, забирай детей. А все-таки священникам я больше склонна доверять, чем каким-то там незнакомым женщинам в интернете. Ну, а какой у меня еще был бы как бы выбор-то, ну, вариант? Не знаю. Не хочу, тем не менее, сказать, что я какая-то там героическая женщина. Нет, я просто делала то, что должна была делать, мне кажется, ну, любая женщина, да, на моем месте. Потому что когда у нас был такой острый период, как раз вот самая темная ночь перед рассветом, да, он в зависимости его усугубилась, и я уже детей собрала, и говорю, ну, все, мы с папой, значит, разводимся. А вот сын наш, Эдин Феодосий, сказал, хоть бы я не дожил до этого дня. Да. Такие слова, конечно. И, с одной стороны, я как бы понимала, что ничего хорошего тоже для детей, да, в отце, который там не показывает должного примера, тоже нет. Вот. И, с другой стороны, ну, несмотря ни на что они его любого любят, да, даже такой, какой есть, и если я, допустим, действительно сейчас уйду, это же будет для них какая-то травма. Наша многодетность-то в итоге и помогла и ему самому тоже выбраться. То есть, ладно, там, у тебя один-два ребенка, ну, конечно, даже и один ребенок, да, это уже огромная там ответственность. Вот. Но, тем не менее, она все-таки с каждым ребенком умножается, и уже понимая, что ты ответственна не за одного, не за двух, а за пятерых, да, за шестерых детей, я думаю, в какой-то момент сыграла все-таки свою роль с ним. И благодаря тому, что вот как бы мы с таким доверием к Богу, к Его благословению, к детьми относились, и это же и в конечном итоге привело к тому, что вот он окончательно... Для вас вот как ощущалось? Вам хотелось оградить их от этого? Или дети еще были маленькие, они не воспринимали? Как вы ощущали влияние на детей? Если это был тринадцатый год, то старшему ребенку седьмого года он восемь-девядесят. Пять лет было всего старшему, да, на тот момент. Но он все равно видит, что происходит, наверное. Но он как-то удачно шифровался. Вот. Не все они, конечно, видели, но видели скандалы наши, да, это вот мы, конечно, не могли никуда спрятать, вот, потому что если он приходил в таком состоянии или если он там спал, то я тоже там как-то злилась, требовала его участия в наших делах и так далее. То есть, ну, вот была такая атмосфера неблагополучия, да, в семье. Вот. Потом мы все нуждались в деньгах. Такой момент был тоже, да, неприятный. И они, наверное, росли вот в каком-то таком вот напряге-испуге, наверное. Конечно, это не могло на них не отразиться, я думаю, да. Созависимый видит только плохое. Видит только плохое и считает, что сам по себе зависимый ни на что не способен. Не способен нести ответственность, не способен взять себя в руки, не способен понять. Вот. Вот это созависимость. Созависимый играет роль такого постоянного спасателя. Он считает, что без него, вот без него, без этого созависимого, никакая проблема не решится. Когда ты видишь в человеке все-таки сильные стороны, несмотря на то, что его подавляет субличность, да, ты видишь, что личность есть, и это личность сильная, это личность умная, да, вот на что ты обращаешь внимание больше, то и проявляется в человеке, во что ты больше веришь. если ты этого всего не видишь, если ты видишь только одну сторону, если видишь, что это только субличность человека, вот эта негативная сторона, которая подавляет здоровую личность, то это созависимость, и это путь просто, путь в погибель, вот, и я этому уже был свидетелем, я видел, как отец борется за сына, да, вот эту, убивая в себе созависимость, а мать не хочет, потому что ей комфортно находиться вот в своем положении, и вот этот конфликт постоянный между отцом и матерью, и сын, который четко это все прослеживает и четко манипулирует между ними, вот, и сколько не было попыток говорить об этом, да, и в конце концов я сказал, это плохо кончится, своими руками положат его в гроб, и так и вышло, 23 года парень умер от наркотиков, и человек, эта вот эта женщина все равно не смогла взять на себя ответственность, чтобы все равно был кто-то другой виноват, а не она. Вот вы на своем опыте помните, как вы ощущали борьбу за вас, вашей семьи, какой-то любовь детей, жены, было что-то такое? Меня очень спасла вера в Бога, потому что я 19 лет к Христу пришел, но время, призывающее благодать, оно может очень разное быть по растяжимости, но оно все равно рано или поздно заканчивается, и ты остаешься один на один со своими страстями, грехами, с проблемами в знаниях, с отсутствием духовного опыта, там, и несмотря на то, что вера была, страсти все равно продолжали развиваться, вот, и просто не было ключа к решению этих проблем, но в какой-то момент они появились, причем появились именно тогда, когда я уже сам считал, что я уже ничего сделать не смогу, потому что попыток было очень много оставить, и она мне вот, когда она там говорила я с тобой разведусь, я на это очень жестко реагировал, как бы, агрессивно, там, мне не нравились эти высказывания, там, я у тебя детей, там, заберу, там, и все такое, вот, а потом она сказала, я боюсь с тобой жить, и это меня, как бы, сразу обезоружило, я так, что-то меня эти слова затеяли, так, я говорю, ну, ладно, давай сейчас тогда кое-какие дела, там, дырки закроем, квартиру перестаем сдавать, и можешь ехать домой, туда, в Москву, вот, и она такая, что ты нас, типа, отпустишь, я говорю, ну, а что делать, езжайте, все, хочешь, боишься, не надо так жить, эти раз боишься, мне это почему-то не нравится, вот, когда вот такие слова произвести, не так, думаю, ну, вроде бы, все, все, на свои места поставили, вот, он говорит, значит, нас ты готов отпустить, а наркотики, ты бросить не готов, я говорю, не то, что не готов, получается, и, наверное, не получится, поэтому все, вопрос решен, вот, хочешь ехать, ехай, но в этот момент, в этот момент, в этот момент я понял просто, что он, что он не просто хочет уехать, что он все равно, ну, связывает что-то, поэтому, знаешь, вот не надо бояться, если вот у кого-то есть в семье, сын или муж, да, как мне, например, мама говорит, у нее сын там наркоман, 21 год, да, и я говорю, ему надо вернуть ответственность, ему надо вернуть, тот мешочек проблем, которые он вам постоянно приносит, это не ваши проблемы, вот, ему стукнуло 18, он стал совершеннолетним, вы больше за него ответственности не несете, вот он голодный останется, а вот у нее куртки зимние нету, так ну нету и нету, посидит и работает ее, и она ошибочно, она ошибочно думает, ошибочно думает, и она это озвучивает, она ей говорит, ну что, если я сейчас перестану там о нем заботиться, если я перестану ему там кушать покупателя, там из дома я его выставлю, а с ним что-то случится, я же себе никогда не прощу, абсурд, понимаете? Но он на этом и играет, он прекрасно понимает. Он на этом играет, и она таким образом просто помогает этой зависимости существовать, она ее кормит. Он пошел, продал холодильник из дома, и его потом пронюхал, там не знаю, прокурил, проколол. Она идет и покупает новый холодильник, стиральные машинки, там ключи от квартиры. Так ты, ну, я один раз женщине сказал, я говорю, так если его, живет с вами дома, ну, потребуйте с него часть коммуналки. Если он совершеннолетний, он обязан платить коммуналку. Почему он ее не платит? Хочет он кушать, ну, не можете вы его голодному оставить? Пусть съест пустую гречку. Почему он должен из духовки доставать и класть себе в тарелку кусок курицы или мяса? Он мясо домой принес хоть раз? Хоть курицу. Он пошел, своровал в магазине или у матери с кошелька деньги, или в магазине там набор шоколадок пошел, продал, там поменял на наркотики, купил, употребил. Вот. Но если он не умеет зарабатывать, на наркотики-то он умеет зарабатывать, он даже бороздом не гнушается. Ну, пусть он пойдет, крадет курицу в магазине и домой принесет. Ну, ну, так вот, если утрировать, да? Но ведь это действительно так? Людей это приводит к воровству и попаданию в тюрьму? Конечно, они живут в этом. А что сделать? Если не давать денег, он их украдет? Пусть украдет. Пусть украдет. Пусть сядет в тюрьму. Пусть отсидит. Будет время подумать. А почему его надо вообще от этого ограждать-то? Это последствия его поступков. Это последствия его поступков. Это его ответственность. Ты страдать не хочешь? Ну, извини меня. Не хочешь страдать? Тогда терпи. Тогда пусть он у тебя из дома выносит хрусталь, телевизор. Есть надежда, что любовь как-то изменит? Не изменит любовь. Это не любовь. Это созависимость. Созависимость – это любовь, так сказать, искаженная любовь. Отец Дмитрий Смирнов как-то в похожей ситуации посоветовал матери просто забрать ключи у такого сына, который все выносил из дома, который ни копейки не вкладывал, ни в квартплату, ни в продукты. И говорит, если ты его любишь, забери ключи. Пусть он сам как-то там пытается научиться. Но только вот... Потому что любовь иногда нас на жесткие поступки достаточно толкает, иначе эту ситуацию по-другому просто не решить. Есть мнение соответственности, которые определяют, даже любовь определяют. И любовь, вот у нас... У меня есть тема о любви, разговор, да? Ну, не о любви там как таковой, а о том, что такое любовь, да? Ну, мы знаем там определение там любви и по апостолу Павлу, и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас основная... Основной смысл работы с зависимыми это научить их развлечению. Самая способность, которая больше всего человеку нужна на земле, ну, вот, это способность к развлечению. В Священном Писании эта тема постоянно поднимается. Это отложить образ жизни ветхого человека, облечься в нового, там, да? То есть мы должны уметь различать правду и ложь, добро и зло, уметь отличать человека от греха, это тоже вопрос развлечения. Развлечение на уровне слов у нас должно быть. Например, как вот мы говорим, например, о бутылке шампанского, да? Ну, вот, что такое? Напиток алкогольный, праздничный, да? Соответственно, какой возникает мысль, что его можно пить, а ребенку нельзя, потому что он маленький, да? Изреет мечта, появляется, вырасту буду, как взрослая. А если сказать правду, что такое шампанское? Это алкогольный яд, на самом деле. Это напиток, это даже не напиток, потому что напиток, он напитывает, питает, а это изделие, да? То есть это разведение алкогольное, которое есть, содержание этанова, и вот это содержание этанова в этом изделии, это ядовитое вещество, нисколько нету дозы, то есть нулевая доза является безвредной, все остальное является вредной. Если говорить о шампанском, как об алкогольном яде, вот, то следующий вопрос, а стоит ли его вообще в руки брать, и стоит ли его пить, и пробовать вообще, да? Вот, то есть развлечение на уровне слов, да? Вот. Можно сказать, курилка, да? А можно сказать, это место для коллективного самоотравления, да? Разное восприятие идет. Можно сказать, пить алкоголь или отравляться алкоголем. Ну, это как бы из нашей темы. И то же самое в любви есть, понимаете? Любовь, она тоже имеет свои границы развлечения. Вот, мама думает, что она любит сына, и до 51 года она терпит его алкоголизм. Это считается любовь. Но, что самое главное в любви должно быть? Какое понимание? Что любовь, это созидательное действие. Любовь не может разрушать. Любовь может только созидать. А какой можно говорить любви, если человек 51 год алкоголик? Тут и есть разве любовь? Тут разрушающая любовь. А разрушающая любовь не бывает. Значит, это искаженное понимание любви, заботы, переживаний. Правильно, если ты хочешь добра, отрежь. Но ведь это очень непросто взять и отрезать. Это же такой серьезный шаг. Виктория, а вы помните вот этот разговор, который Евгений упоминал о том, что собирали детей и были готовы уезжать? Он говорит, ну вот, я так и знал, мне не суждено воспитать моих детей. Я так думаю, весь человек так переживает за это, да? Но почему же ему не оставить там свою зависимость в конце концов? Люди не знают не то, что они там не понимают, они не знают главного. Они не знают того, что вот эти требования и вот эти попытки и вот эти обещания, они все лежат за грани возможного. Реально. Они лежат за грани возможного. Потому что ни одна, ни вторая сторона не понимает того, что вот просто взять и решить эту проблему нельзя. Вот. Невозможно решить ее в одиночку. Невозможно. Просто невозможно решить ее в одиночку. И я сколько в одиночку пробовал ее решить, это было невозможно. Я пришел только к выводу, что с этим бесполезно что-то делать. Вот. И она тоже пришла, я уверен, в такой же ужас. И тоже исходя из этого, то есть не знания, а отсутствия этого знания. Как? Так. Вроде бы все ясно-понятно. Вроде бы вот оно тебе. Бери, да решай, грубо говоря, да, а ты не можешь. Вот. Ну, потому что это невозможно. Здесь обязательно нужна помощь. Знания противоположного характера срабатывают. Когда человек начинает узнавать что-то о трезвости. Придешь в школу детям, начинаешь урок проводить, а кто-то начинает спрашивать, там, где вы знаете наркотики, там, а знаете ли вы, как это вредно, там, а вы знаете какие-то социальные последствия от этого. Ну, в общем, так вот, профилактические уроки ведут так. А врук трезвости, он противоположный. Ты приходишь, перед тобой сидят дети, и ты им задаешь вопрос. Дети, а вы знаете, что такое трезвость? И как выясняется, дети не знают, что такое трезвость. А зачем? А как ты их можешь уберечь? Как ты можешь сохранить их трезвость, если они не знают, что это такое? Нет, у них вообще в своем сознании этого понятия нету. Трезвость. Потому что дети и подростки, они не боятся экспериментировать на себе. Они не боятся рисковать. Им это даже интересно. И на этой нотке ты не сыграешь. Ты не скажешь, что это вредно. А он скажет, да вон, ходит, он, смотри, курит. Смотри, как выглядит. Шмотки на нем нормальные. Смотри, машина хорошая. Что ты ему скажешь? Это вредно. Он скажет, да что ты мне говоришь, вредно? Я же вижу, что не вредно. Ты говоришь, там, это самая кожа. А он, я вижу, у него нормальная кожа. Говоришь, зубы желтеют. Да вон у него нормальные зубы. Ну и так далее. Да? А тут еще модные всякие примочки, там, эти, уэйпы, там, и так далее. Их не испугаешь этим. Не запугаешь никого. Он считает, что у него здоровья еще на сто лет хватит. Даже если он начнет сейчас, он ничего страшного. Если что захочу, я его вовремя брошу. Есть одна ниточка, за которую можно дергать. Никто не хочет быть дураком. Никто не хочет быть обманутом. Никто не хочет, чтобы из него сделали дойную корову. Вот ты молодой, вот ты дурачок, вот тебя обманули, и ты куришь, потому что кому-то выгодно получать с тебя эти деньги и раскручивать свою продукцию. Вот это начинает действовать, потому что дураком-то никто не хочет быть. Если меня обманывают, а зачем мне тогда это надо, раз меня обманывают? А я хочу, чтобы меня обманывали. Вот где, вот куда удар основной должен приходиться. Понимаешь, по самолюбию вот поэтому. Ты хочешь развиваться, ты хочешь иметь хорошую машину, ты хочешь, чтобы тебя уважали в обществе. А как ты собираешься этого достигнуть, если ты сегодня начал курить, завтра начал петь, послезавтра ты начал курить спайсы или соль. Сейчас же такие наркотики страшные, привыкание с одного раза. Разрушают, махом разрушают нервную систему, мозг вообще просто, личность убивается. Ну это ужасно, конечно. Но вы, когда говорили о своей ситуации, вы сказали, что для вас было важно то, что в вашей жизни есть Бог. Вот как это повлияло на выход из этой ситуации? Может ли это помогать людям сегодня, вот в тех сложных проблемах, которые вы говорите? Ну конечно, если есть Бог, то есть какой-то предел, ну нравственный. Если Бога нет, тогда нет предела. Тогда делай, что хочешь. Вот. А когда есть Бог, значит твоя совесть не может быть спокойной. Значит ты страдаешь. По-другому не может быть. Как можно иметь в себе Бога, жить в страстях, и при этом не страдать от страстей. Ты же страдаешь. По-другому не может быть. Ты же в этом каешься. Ты же осознаешь, что ты находишься в падении. Ты лишаешься благодати. Ты не можешь приступать к таинствам. Ты не можешь молиться. Ты постоянно оскорбляешь Бога, Которого ты веришь, Которого ты любишь. Ну, для человека верующего это страдание. В любом случае это страдание. Вот. И это страдание, оно как бы все время тебя вот толкает изнутри. Вот. К поиску. Или к званию. Ну, а Господь уж он там если взывает человека, но Господь чаще всего и помогает. Просто многие не взывают и Бога в себе, веры не имеют. Ну, я вот в этом могу сказать, что мне помогло. Потому что я не жил в удовольствии. Вроде бы, для чего человек употребляет наркотики там, да, или алкоголь. Ради удовольствия. А какое может быть удовольствие, если тебе все время в этом каяться ходить и выворачивать себя наизнанку. А потом опять падать, и потом опять сталкиваться с разочарованием в самом себе. Вот. Испытывать стыд пред Богом, пред людьми. Ну, вот. И потом опять падать, и потом идти каяться. Это вот, это просто, это же не жизнь, это же ад. Вот. Вот. В этом плане это помогает. Бог помогает. Вот некоторые в это правильно говорят. Ты видишь, как падает человек, ты не видишь, как он каяться. А это действительно так. Потому что многие люди думают, да какой он верующий, он вон наркоман. Так ты внутрь не заглянешь. Может быть, кто-то так и есть, да? Может быть, он и не задумывается, ему все нравится. Вот. А как ты можешь вот определить, насколько человек в себе это переживает? Вот. А Господь, он же везде, может человек услышать, как сказано, зайду ли на небо, ты там. Зайду ли в ад, ты там. А как вам удалось почувствовать Божью помощь? Ну, вот, когда кажется, что это где-то на самом дне оказался. И вдруг... Промысел Божий. Не надо... Тут не надо говорить о чудесах, о каких-то там, я не знаю, вспышках, там, я не знаю, о каких-то чувствах, там, эмоциях, там, или каких-то откровениях. Какие откровения? Или какие там чудеса? Чудо в том, что ты оказался в нужном месте в нужное время. Главное участие участие Бога в жизни человека это не в том, чтобы ему являться или там каким-то чудесным образом открывать ему очи. А это промыслительность. А это промыслительность. Промыслительность это непрестанная забота Бога о человеке. Промысел Божий. Когда тебе Господь так, так, так проведет и выведет на путь спасения. И ты это поймешь, когда когда у тебя только и наступит проясненность сознания. Когда ты уже начнешь спасаться какие-то обстоятельства. Когда ты до этого дойдешь, оказывается, Бог-то меня не оставил. Оказывается, все, что со мной произошло, это и есть промыслительность. Оказывается, меня Бог сюда привел. Молиться и терпеть это значит ничего не делать. Это все равно, что в лодке с одним веслом плыть. Молиться и что-то делать. Любой священник скажет любой маме, начните исповедоваться, молиться, причащаться. И ваш сын рано или поздно опомнится и придет к Богу. С себя начинать. Виктория, а вы ощущаете, что то, что с вами происходило, это какой-то промысел Божий, что Бог был всегда рядом? У меня был такой вопрос на уровне моего, как у его, где-то, почему ты это допустил? Я тоже себе думала, ну вот болезнь, допустим, но можно как-то это принять, допустим, не смирившись с сначала, потом уже приняв, да, что-то там, ну не знаю, какие-то другие бедствия, страдания, но здесь, я говорю, здесь же грех, как можно вот это принять? Я не могу это принять. Я вот, ну вот как бы, с Богом был, да, мой, такое что ли, вот непонимание мое, почему он это сделал? и потом, когда, после того, как Женя уже сам прошел реабилитацию и стал помогать другим людям, да, я поняла, что Господь за доверие к нему может любое зло, абсолютно, даже, казалось бы, самое вот такое вот, ну прям зло-зло, да, все равно может даже не к одному, а к нескольким, как бы, к нескольким видам добра, как это сказать по-русски, правильно, обратить. Кто был испытан, да, может искушаемым помочь, вот, и это, конечно, изначально это сказано в священном Писании о основном Христе, который был такой, как мы человек, да, только без греха, ну вот, и он был искушен во всем, кроме греха, да, а для чего? А для того, чтобы, сказать, искушаемым помогать, потому что кто не искушен, тот не может искушаемым помочь. И мы в какой-то степени мы же все тоже являемся, как апостол сказал, что все мы братья, да, что и Христос, как бы, мы со Христом братья, так он как первородный из братьев, вот, это все написание написано, да, и мы тоже идем тем же путем, вот, и в другом, в каком-то, может быть, в чем-то другом, но проявляются те же самые законы в нашей жизни. Каждому дано свое, вот, кому-то дано вот через это пройти, кому-то, может быть, дано пройти через какие-то семейные трудности, и такой человек потом легко делится своим опытом положительным, да, а другие слышат и думают, вот, в принципе, вот кому-то ответ, выход пришел. Так же и в моей жизни это тоже произошло так, вот, если бы я сам не прошел через эти падения, да, да, до этого не спустился бы в своей жизни, вот, на каком бы языке я сейчас разговаривал с этим людьми, я бы этим просто не стал никогда заниматься. Ну, вот Господь вас к этому привел, так повернул ваш путь, а как это произошло? Я раньше всегда пытался бросить, у меня никогда не получалось, потому что это невозможно. А потом я в какой-то момент понял, что броситься на самом деле несложно. Ну, броситься, ну, по большому счету это завязать, да, можно там силу воли проявить, можно к таинствам приступить. Бывало такое, что я приступал к таинствам, и меня прям как отрезало. И я понял, что на самом деле причина не в том, что я не могу бросить. А у меня от меня скользает все время вопрос, а почему я все время начинаю? Ведь я же бросаю, и мне это нравится. Я живу там месяц, два, там сколько-то. А причина срыва-то в чем? Вот. Когда этот вопрос я задал, мне кажется, вот после этого появился вектор движения. Я его не заметил, я просто, ну, это я опять анализирую. Вот. Тогда и появился как раз именно учитель трезвости, то есть центр, да, куда меня Вика пыталась отправить. Трезвость – это тактическая цель. Остальное, там, восстановление взаимоотношений, там, какой-то рост личностный, там, профессиональный рост. Это дальше ступеньки, ступеньки, ступеньки. У нас сверхцель – это Царствие Небесное. Ну, если уже говорить о христианском целеполагании. И мне когда спрашивают, например, а где Бог? Вот ты тут нам объяснил, все рассказал, там, методика научная, там, а где тут Бог? Вот. Я говорю, а Бог везде. Как можно вообще его куда-то всунуть или откуда-то вычленить? Бог везде. Если, например, мы возьмем четвертый век христианства, начало монашества, знаем, как жили пустынники, какие они подвиги совершали, они там со страстями по 20-30-40 лет боролись, вот, да, в тяжелых таких подвигах духовных. Это и молитва, и бдение, и пост, там, Испания, там, стоя, там, или там, на камнях, или еще что-то. Способен современный человек на такие подвиги? Нет. И Господь это знает. Но, Господь нам показал и силу человека, силу его духа, да, выносливость, любовь к Богу, вот это стремление нам показали. Вот мы до сих пор даже молитвами молимся, которые были написаны этими святыми. Вот. А сейчас 20-й век, 21-й век, да, кто способен на такие подвиги? Никто не способен. Нет людей, которые способны на такие подвиги. Но Господь, милостивый, воспользовался же чем? Тем, что Сам и создал, тем же самым, что нам и дал. Вот. Это творческие способности и созидательную силу. Ну вот. И эти люди, эти вот советские люди, да, вот эти вот ученые, там, Иван Павлов, да, Геннадий Шичко, Геннадий Шичко, ну, мы не знаем, как бы до конца, ну, вроде как, он был неверующий человек, да, там, в атеистическое время. Вот. Моему же Господь дал то, что спасло миллионы людей. Вот. Это разве не промысел Божий? А то, что ты сегодня здесь сидишь и пишешь дневник и получаешь от меня эту информацию, разве это не промысел Божий. А вот. Что ты спрашиваешь, где Бог? Ну, это же все Бог дал. Виктория, а для вас это важно, вот, что ваш супруг, сам поборов эту зависимость, теперь помогает людям? Может быть, стоило просто вот остановиться? На самом деле, это я ему предложила, потому что я очень боялась, что он опять вернется, да, и ухватилась за девиз вот той организации, где он проводил свое лечение. Вот. А он такой, очень простой, да, выбрался сам, помоги другому. И, ну, действительно, почему бы и нет, правда? И мы как-то даже, может быть, не обсуждали этот вопрос. я даже не помню, потому что это скорее просто тандем мыслей. Ну, как-то мне это казалось очень логичным, и да, конечно, надо это делать, естественно. Я даже не думала о материальной стороне вопроса, почему-то на тот момент. Вот, мне казалось, ну, можно и бескорыстно это делать, почему нет. Вот. Ну, первое время так и приходилось делать, даже там детские пособия уходили на прокорм реабилитантов, когда там стали первые платники появляться до этого, все бесплатно были. Вот. А сейчас-то можно сказать, что даже уже какие-то и в семью деньги пошли. Ну, да, они так часто, но... Так что, ну, собственно... Очень много благотворительности приходится все равно брать на себя, потому что, ну, невозможно порой отказать людям, но вообще для многих это проблема, что человек живет, у него есть семья, у него есть работа, но чувствуется какая-то вот нереализованность, что ты для чего-то существуешь, а непонятно для чего. Он недавно очень сформулировал мой духовник, ну, наш духовник, очень это хорошо. Он сказал, что, ну, вот детей, говорит, ориентиры на то, чтобы, выбирая профессию, они думали о том, что они будут заниматься тем, чем им интересно, да, в первую очередь, конечно, чтобы им было самим интересно то дело, которое они будут делать, а во вторую очередь, говорит, ну, чтобы обязательно была работа как-то связана со служением, не просто ради зарабатывания денег. Вот, к сожалению, очень часто сейчас, да, что мы видим, это зарабатывание денег, а именно от этого человек изматывается и устает духовно внутренне от того, что вот нет какой-то сверхцели в его, да, деятельности. Он понимает, что, ну, а что он зарплату, да, оплатил коммуналку, там, затарил там холодильник продуктами, да, там, кружки какие-то детям оплатил. Ну, и что, и вот жить вот ради этого, да, работать, вот, ну, это как-то прям ужасно звучит, но для меня лично этого звучало. А ощущение служения есть? Оно помогает вам? Ну, конечно, но я, на самом деле, как бы по-другому и не видел. Кажется, я лет в 16 сам себе вопрос задавал, что я, как бы, очень долго в жизни не знал, а может даже ее всю, наверное, жизнь стоит, не знал точно, кем мне нужно быть, но я точно понимал, что это должно быть связано с работой именно с людьми, вот, такое служение. Вы можете сказать Богу за это спасибо? Или, может быть, хотелось, чтобы этого всего не было? Пусть как-то прошло по-другому. Да, я могу сказать спасибо, потому что, наверное, какая-то чаша справедливости, как бы, Господня, она такая вот уравновесилась, потому что в молодости, это я тоже, я поступила, гемо, там, золотая молодежь, и меня тоже не минуло вот это вот, к сожалению, увлечение этими веществами, вот, но потом в какой-то момент я все это оставила, вот, но, наверное, может быть, не в полной мере осознал, допустим, что испытали мои родители, да, при всем этом, там, и так далее, вот, и я думаю, что пройдя опять же через, вот, то, что случилось с Женей, наверное, где-то я, может быть, уравновесила ту чашу божественной справедливости, которой, наверное, нужно было, вот, ну, и, в общем-то, я считаю, что, да, достаточно все справедливо и, как говорится, достойное по грехам моим приемлю, да, как сказано было, но Господь, конечно, не только наказывает, но и, видимо, милует, вот, и даже, может быть, где-то мы недостойны того, что сейчас с нами, может быть, происходит, ну, слава Богу за все, да, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»